Скажите, сколько вы денег отмыли на строительстве парка? Сколько миллионов ушло в карман? Ребята, всем привет! И на канале Алена Бордовская. Я сегодня не одна, со мной сегодня сведущий. Миша, X69. Да, слышите, что у нас жужжит сзади? Это наши любимые крымские стройки. Делают парк Победы. Мы вот решили проинспектировать, что сейчас происходит здесь в парке. И своими руками вот этими попробовать как-то помочь строителям поскорее сдать все работы. Мы сейчас, как порядочные граждане, берем каски. В целях безопасности. А можно мне желтенькую? Нельзя. Ну ладно. Надели каски. Все дело в шляпе. О, фонтаны! Я тут была, кстати. И все было не так красиво. Илья, тут вот мусор плавал. У нас тут подошел эксперт. Илья, как все это будет работать? Подождите, давайте вы сначала расскажете, кто вы, чтобы нам тут все рассказывать. Ну, короче, у нас тут две роли. Наша организация выполняет все электротехнические работы на парке. Вся электрика, слаботочечные сети, видеокамеры, это все делаем мы. Так, если фонарик не горит, вот запомните это лицо. Да, если фонарик не горит, значит мы будем его менять. Варианта другого нет. У нас 5 лет гарантии. А, ничего себе. Все жесткие, да, рамки взяли. Поэтому нужно менять. Вот. Ну и кроме этого, есть организация дружественная нам, которую мы консультируем, которая осуществляет авторский надзор. То есть мы контролируем правильность соблюдения проекта. Скажите, сколько вы денег отмыли на строительстве парка? Сколько миллионов ушло в карман? Слушайте, мы, честно говоря, еще даже не знаем. Мы вот заработаем, потеряем или в ноль отработаем? Вот я абсолютно честно говорю. И никто не знает, мы все сидим до последнего, думаем, мы хоть заработаем хоть что-то на этом парке. Конечно, без шуток абсолютно. Репутацию, репутацию. Ну, все понятно, все из-за этого сюда и пришли. Это по-честному. Все хотят имя, все хотят работать с городом. Все ради репутации пытаются работать. По деньгам мы надеемся, что мы выйдем в плюс. Но плюс там будет такой совсем незначительный. На Канары не уедете, да? С каким плюсом? На Канары? Ну, Канары не самый дорогой курорт. А, да? На одного наскребем на Канары. По срокам все очень ограничено. Смотрите, у нас 4 месяца на то, что нужно было сделать за полтора. Вот мы 3 января вышли на работу нашей электрики. Сдать надо 3 мая. То есть у нас всего 4 месяца. Ничего себе. Соответственно, материалы вынуждены покупать дороже, потому что срочные доставки, платить за доставки. Денег не хватает постоянно. Ну, вы все знаете эти истории, там, город, там, выделение. ЗАГС-собрание, с городом как-то там спорят. Поэтому нет, здесь больших денег на этом объективе нет, правда. А почему так вышло, что вы за 4 месяца должны сделать то, что за полтора года должны сделать, потому что парк-то давно строится? Потому что была смена генподрядчика. Был предыдущий генеральный подрядчик. Я не хочу комментировать работу коллег по цеху, но... Но вам приходится ускоряться теперь. Да. И мы зашли, кое-что было сделано, нельзя сказать, что ничего не было сделано. Но не так много. А нужно сейчас сделать огромный объем работы. А какова стоимость парка? Всего около 1,2 млрд. Это с учетом работ предыдущего генерального подрядчика. Просто, чтобы все поняли, что такое 1,2 млрд. Ну да, вот что-то мне интересно. Это очень большая сумма, как бы звучит. И это правда, это гигантские деньги. Но если мы возьмем центральный парк в Москве, который сделан, парк зарядья, такой нашумевший, но в Москве живет очень красивый, он раз в 10 меньше парка Победы, и на него потратили 15 млрд. рублей. 15 млрд? 15 млрд. рублей. Ну там же всяких фишек много говорят. Нет, он очень крутой парк зарядья. Там очень крутой медиа-центр. Он реально очень крутой. Ребят, 15 млрд. и 10 раз меньше по размеру. Так. Это тестовое испытание. Это просто... Это дождевое, наверное. Да, ребят. Это испытание, чтобы надо проверить, что он не течет. Надо проверить, как спринкера работает. А когда будут проверять? А вот уже все, вот так и ведутся испытания. Первые испытания уже прошли. Попали в обед, поэтому строители работают, но по-крымски неспешно. Ладно, по-крымски неспешно. Вы представляете, за 4 месяца сделать то, что нужно было делать полтора года. А они ночью работают, чтобы? Да, в две смены работают. Ничего себе. О, под каждым фонтаном какая-то штука. Целая инженерная тут... Ого! А это потом будет закрываться на замок, да? Да, конечно. Чтобы подростки не ловут. Вот таким вот. Раз. А. Ага, поняла. Там лестница. Аккуратно. Там лестница. Да, не сломайте. Там куча петков, проводов и все это должно работать. Положили и все. Это только выглядит. Но на самом деле это инженерно, ну не то, чтобы прям очень сложно, но все-таки достаточно сложный объект. Под каждым фонтаном вот такой вот узел управления. Сейчас можем спуститься под главный фонтан. Там сложнее система управления, чем в сочинском фонтане Олимпийского парка. Да? Да, серьезно сложнее. А что тут будет? Что-то танцевать, цветомузыка? Значит, будет, но чуть-чуть позже. Первая очередь, то, что сейчас вот разыграно, да, он не предусматривает. Будет просто фонтан, но должно быть до оснащения, и он станет цветомузыкальным. О, вот тут уже поживее работа идет. Так, небольшой ветер в камеру. Плиточку кладут. Сколько тут плиточки вообще в парке? Плиточки в парке около 70 тысяч квадратных метров. Это площадь почти 7 футбольных полей. Ничего себе. А, не будут жаловаться, что вот плиткой все заделали, а где деревья и трава? Посмотрите, сколько деревьев и травы. Знаете, я была вот в том доме, вот в том доме, видите, вот тот дом. И из окна этот парк выглядит желтым. С желтым. Ну, трава, кусты. Так, а когда была? На это будут выделяться средства? Когда была? Ну, я была вот... Это была осень, это зима. Вот сейчас, весной была. Ну, сейчас травка зеленеет, солнышко блестит. Ну, мы же знаем, что парк Победы, это такой парк, желтенький. А зеленение, значит, ну, есть понятие этапности строительства. Вот сейчас в этом этапе этого нет, но сейчас должен начаться второй этап. И во второй этап должны быть выделены деньги на зеленение. Так. На дополнительное зеленение. А еще что есть во втором этапе? Второй этап самый интересный. Во втором этапе должно произойти до оснащения фонтанов. Так. И фонтан должен заиграть всеми красками, он должен стать светомузыкальным, со специальным экраном. Это такой, как в Олимпийском парке Сочи. Оу. Должны появиться спортивные площадки. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, скейт, парк большой. А я так думаю, что тут делать? Ну, вот построить аллею, красивые фонтаны. А дальше что? Ну, а дальше... Надо же ждать. Ждать второй этап? А примерно это когда будет? Ну, мы надеемся, что работы уже должны начаться в октябре. Сейчас конкурс на проектирование. Быстренько проектируется. Но это не входит в эти миллиард двести? Нет, это отдельные деньги. А, это еще деньги? Это отдельные деньги. Еще двести. Еще... Еще миллиард двести. Нет, нет, там больше миллионов, наверное, триста пятьдесят. Главное, главное это для людей. Ну, на самом деле, вот знаешь, вот юмор юмором, но вот все там думают, строители или город там негодяй и гады. Но здесь все работают. И действительно, мы все планерки проводим. Для людей, парк Победы, 9 мая. Вот по-честному. Да? Прямо такие слова. С таким духом патриотизма. Ну, есть. А недоброжелатели есть? Очень много. А что они вам делают? Пишут на вас кляузы? Нет, сейчас уже нет. Сейчас эта уже проблема преодолена. Мы, когда вышли на парк работать, мы в день доставали, выкручивали из проводов до 30 саморезов. Каждый день. Зачем? Вкручивались саморезы, потому что... Ну, вот эти версии просто. Потому что проще всего повредить электрику. Проще всего повредить кабельную продукцию. Да, и ты прозваниваешь КЗ, короткое замыкание. И начинается нудный поиск, где же что. Нашли саморез, выкрутили, меняется кусок кабеля. Мы поменяли 30% кабелей за все это время. Вот так заработаешь тут. Ну, пойдемте, все-таки дойдем до основного фонтана. А потом я, может быть, попробую приложить свою руку к строительству парка. Если разрешат. Вот мы дошли до центра. Ой, здесь прям совсем у вас коловорот происходит. Кажется, обед заканчивается. Кипиш начинается. И вот у нас Георгий сверху. А здесь, ну, все будет просто плитка, да? Да, здесь, ну, разные ее виды, сочетания. Просто плитка. Тут есть проблема в том, что он же считается, я не знаю правда почему, но считается памятником культурного наследия. Да, раз считается памятник культурного наследия, то его очень там трогать крайне сложно. А, то есть его нельзя чистить, там реставрировать. Да, нельзя работы проводить. А, тогда я подойду, посмотрю. Аккуратно скажу. А, да. Это же памятник культурного наследия. Здесь вот венки традиционно. Ну, я думала, здесь надписи должны быть, нет? Нет. Но состояние, конечно, у него вот такое вот не очень. Но видно его издалека. Ой, сколько здесь еще плитки просто вообще, посмотрите. И там сколько плитки, и здесь сколько плитки. Когда-то давно я с дочкой, и с коляской мы здесь были. Это было ужасно. Мы один раз были в парке с коляской, больше у нас не было, потому что сложно. Сейчас, я думаю, здесь будет очень много семей, очень много мам. И повезло вот этим домам, которые там живут. Ой, смотрите, какой-то камень. Так, среди строительного мусора я нашла камень. Парк Победы возложен в честь 30-летия Победы Советского Народа. Классно. Май. Ой, май 75-го. Ребята! Подождите меня! Подождите меня! О, знаешь, сейчас самое интересное без меня сменим. Наши бедные плогеры журналисты. Все-таки, да. Класс вот. Сейчас я подгляжу сначала. Ого! Ого! Залезешь, давай, давай, залезешь. Ай, пофиг мне штаны. Пофиг, конечно, пофиг. Ничего себе! Вот это да! Вот сейчас как раз тестирую. Миша, пауза. Миша, привет! Очень круто! Куда это мы записываем? Это мы записываем в мой инстаграм. Понятно. Короче, переходите и на мой инстаграм. Да, конечно. Только в описании. Ну, правда. Миша, расскажи, как ты думаешь, успеет вот все сделать к 9 мая? Я думаю, что... Да. Ну, по большей части. Такая пауза была. По большей части. Посмотрите, сколько еще работы. А смотри, сейчас... А вообще он сказал 3 мая сдадут. Смотри, сейчас фонтан работает в режиме пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вау! Вау! Круто! Да, представь, что подсветочка будет. Не, ну посмотри, сколько тут еще работы. Тут, 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 тут. 3 мая это все сдадут, и к 9 мая еще все вылежут. Нет, 9 мая я сюда приду, я здесь все проверю. Ты придешь сюда 9 мая? 9 мая я сюда приду с малым, и мы будем, может быть, даже... Тестировать на газу. Тестировать, да. И я тоже приду с малой. Возьмем малых. Возьмем малых, оденем ролики, скейт. Ну, главное, чтобы пустили. Ну, да. Вы думаете, основные моменты посмотрели? Нет. Сейчас я вам покажу, что я тут еще делаю. Пяточки! Я правильно скрыгнусь? Ага. Ну, как ощущение? Спортсмен из Аленки такой сидит. Угоняй тачку. Угоняй тачку. Так, ну, у нас сейчас, получается, мы вот сейчас стройку посмотрели. Вот прям стройку, стройку. Сейчас у вас будет телепорт, потому что мы перенесемся на неделю вперед. Но пока мы не перенеслись, мнение какое твоё парни? Мне понравилось то, что люди, которые здесь строители, они работают самоотверженно. Да, он хочет сказать, что мы каски, короче, мы же взяли в начале ролика каски. Мы у этих людей каски свиснули. Спасибо вам большое. Мы вам оставляем. А мы такие думаем, о, лежат каски. А мы такие, как журналисты, пойдём. И взяли чужие каски. Ну, ладно. Ребята, спускайтесь, каски вернули. Спасибо. Да. А вам телепорт. Ребята, привет. В общем, функция телепорт. У вас прошла секунда, а у нас прошла неделя. Пол жизни вообще. Да, мы уже состались. По меркам тех объёмов, которые делают здесь строители. Посмотрим, что за пять дней сделали наши строители. Открытие третьего, сегодня двадцать девятое. Мы им значительно помогли. Я думаю, да. Не мешая. Так, мы сейчас идём к фонтану. В принципе, ну, очень много сделано, да? Но ещё не доделано. Не, очевидно. Вот пять дней назад здесь ещё был такой бурьян. Вот здесь же ты где-то что-то забивал, пилил. Да, да, да. И всё уже готово. Пойдём посмотрим то место, где мы забили... Соложили, да, фундамент. Да, точно. Пойдём посмотрим. Обратите внимание, реально работают круглосуточно. Машины ездят, рабочие сидят. Правда, мне показалось не в таком количестве, как тогда днём. Но всё же работа идёт. Так. Ну вот здесь несколько дней назад мы заложили плитку вместе со строителями, которые делают парк Победы. Сейчас посмотрим, насколько хорошо всё легло. Алёна? Подожди, надо её определить. Подожди. Вот от этого столба четвёртая. Раз, два, три. Вот это, по-моему, наша кривая. Тебе не кажется? Хорошо лежит. Даже не болтается, видишь? Ну вот это наша щель по-любому. Наша щель, да. Ребята, запомните, это наша щель. Слушай, ты мне скажи, уже темнеет. Мы здесь не просто так в темноту? Нет. Мы здесь для того, чтобы оценить и одними из первых проверить иллюминацию. Вот насколько здесь всё светло и красиво. Вау. Тогда ждём, когда быстрее потемнеет. И бахнут свет. Ой, Миша, смотри, смотри, а вот здесь я копала. Вот, вот здесь. Как хорошо получилось. Да, посмотри. Очень ровненько. Скопано уже, всё, готово к посадке. Миша, это я, это я, это я. Не говори слово посадки. А как? А, ну да. Сказали, не надо говорить. Да, действительно. Плохая примета. О, реклама. Красная шапочка. Что значит реклама? Это те люди, которые своими руками сделали вам парк. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа, здесь что, детская площадка? Смотрите-ка, здесь уже что-то даже детское есть. Ну что, святая святых, сейчас мы вам покажем, как устроен фонтан Победы в Севастополе. Какое это инженерное сооружение. Какие крутилочки надо крутить, для того, чтобы струя отыгрывала небо. Я могу посмотреть крутилки? Но не покрутить. Ну блин. Нарушение техники безопасности недопустимо. Подожди. Сейчас я разверну. Да тут целая жизнь. У вас здесь целый город. Да, на самом деле, это реально очень сложное инженерное сооружение. Посмотрите. Этот фонтан по некоторым параметрам сложнее фонтана, сочинского фонтана в Олимпийском парке. Ребята, сколько у вас здесь тумблеров? Вы как все это запоминаете? А мы всегда на глаз. А-а-а. Каждый раз на кетке. Куда сегодня будут втыкать? А не для ютуба. Да подождите, вон там еще кнопки. И здесь кнопки, и здесь кнопки, и провода. 27 шкафов управления. С кнопками. Да, с кнопками. С миллиардами кнопок. RGBY. Как бы старая технология RGB, но добавляем еще, получается, на лайповский диод. А-а-а, ну все понятно. RGBY. Я правильно назвала? У нас будет видно из космоса? Да. Вау. Это насосы сейчас рассказывают. Да, это насосы мощные, серьезные насосы. Хорошие, не российские. Вот. Не говорите Марку, а то санкции, сами знаете. Поэтому, когда мы видим красиво, вот это красиво делается здесь. Так. Плик. Мы начинаем сейчас. Здесь вот человек, который сейчас включит все тумблеры. И там наверху все заиграет яркими красками. О-о-о-о. И это вот это все надо включать. Да. Тяжелая работенка. Вообще. Это мы сейчас все 24 чемоданчика будем проходить? Ну да. Это для безопасности. Короче, музыка включилась. А-а-а. Начинается. А-а-а. Что происходит? Я побежала наверх. Не хочу пропустить ничего. В Севастополе нужны такие истории. Вот как фонтан Победы, как парк Победы. В Севастополе нужны амбиции. Это город федерального значения. Это город, который... Это город, который знают в мире. И этот город, который знает о себе, что он стоит. А вот архитектура как-то здесь. Нужны более мощные истории. Нужно требовать от города и быть самим такими, чтобы мы... Чтобы мы приезжали и привозили сюда своих друзей. И они говорили, вау! Детей, друзей, вау, чтобы было. Все, давайте смотреть вау. Я просто хочу сказать, что это... Ну, это действительно очень впечатляет. Здесь еще появится проектор, и можно будет выводить картинку. Это будет, наверное, еще круче. Я просто не представляю, куда еще круче. Смотрите, уже включили фонтан. Даже строители снимают. Они тоже гордятся своей работой. Очень красиво, конечно. Просто бесподобно. Смотрите, как высоко. Сейчас открою секрет. С нами еще моя дочь. Привет, Даня. Я на взгляды не отводу от фонтанов. Сделайте нам, ребята. Если вы будете в Севастополе, то обязательно, обязательно приходите в Парк Победы. Но это действительно очень красиво стало. Очень красиво стало. Прямо гордость... Где? Верните, верните фонтаны. Вот оно. Очень красиво. Миша! Сейчас мы тут все с вами сделаем. Через три минуты будет изюминка, Миш! Изюминка! Вау, круто! Но это еще не изюминка, Миша! Это изюминка! Но и это еще не все! Вот она. Изюминка. Вот здесь будет 3D-проекция, да? Ну что, Миш? Слушай, вот сейчас фонтан, кажется, работает в режиме павлина. Когда, знаете, павлин распускает все свои перья, и вот эта живописная красота. Потрясающе! Ну что, стоило это миллиарды? Люди, которые получат здесь эмоции, это будут миллиарды эмоций. Кайфа! И вот просто восхищение. Представляешь? Я думаю, что этот фонтан наберет миллионы просмотров. Миллиарды лайков! Миллиарды лайков, да. Все, ребята, вот на этой красивейшей, наикрасивейшей ноте нашего нового фонтана в Севастополе мы сегодня прощаемся! Всем пока! Очень круто! Пока! Спасибо, Олег! Да, приятно было с тобой поработать. Обнимемся? Давай! Холикоптер!